16-летний Ли живёт на острове Антигуа. Матери месяцами нет дома. На острове нет достойной работы, поэтому женщина её ищет за границей. Холодильник пуст. Подросток целыми днями мается и не может найти себе занятия. Он обратил внимание на нового соседа Джека, который каждый день гуляет со своими тремя детьми. Купаясь, Ли чуть не утонул. Ему повезло, что мужчина был рядом и спас его. Джек привёл парнишку домой и накормил его. Судя по всему, он похитил детей и сбежал с ними от бывшей жены. Джек выяснил, что у мальчишки здесь нет незнакомых, ни родных и взял его под своё крыло. Ли теперь выполняет для Джека разную работу и живёт в его доме. Мужчина обещает Ли, что поможет ему стать настоящим американцем, таким как он. Мальчишка уверен, что мать больше не вернётся. Он даже не знает, где она сейчас живёт. Может, она вообще умерла? По крайней мере, Ли на это надеется. Спустя пять месяцев Джек забрал подростка с собой в США, где они остановились у его любовницы Анжелы. К тому моменту детей с ним уже не было. Джек украл у женщины мелочь и попросил Ли погулять, чтобы он смог провести время с Анжелой. Непрекаянный юноша поплёлся по улицам города Такома. Он съел бургер и получил предложение служить в армии США. Джек раздобыл мотоцикл и вместе с Ли приехал в свой старый район. Мужчина сетует на то, что все, кого он знал, его предали. Они вампиры, которые высосали из него жизнь. Например, его жена или соседка, которая обвинила мужчину в том, что он похитил детей. Но ведь это его дети. Как такое возможно? Рассуждают Джек и про армию, которая тебя пережуёт и выплюнет. А взамен ты ничего не получишь. Странная парочка стала бегать по лесу. Однажды их подрезал Реднек, который на них наехал из-за того, что они чёрные. Но это была шутка. Рэй старый товарищ Джона. Он предложил друзьям повеселиться, что означает пострелять из пистолета по деревьям. Вот так Ли впервые в жизни нажал на спусковой крючок. Есть у Рэй игрушка и посерьёзнее, которую он называет овдовителем. А Р-15 со снайперским прицелом действительно поможет что-то изменить в этом мире. Именно так рассуждает Рэй, предлагая мальчишке опробовать винтовку. Реднек дал несколько советов начинающему стрелку, и тот попал точно в цель. Через свою знакомую Джек пытается выяснить, куда жена увезла детей. Но трубку взял её начальник и напомнил, что действует судебный запрет. Джеку запрещено с ними даже разговаривать по телефону. Мужчина закончил разговор угрозами. В своих личных проблемах он винит государство. Параноик постоянно закрывает окна шторами и ворует бензин у своей девушки, а точнее берет её мотоцикл без спроса. К тому же Джек ведёт себя агрессивно, и Анжела настояла, чтобы он со своим малолетним дружком покинули её дом. Опять Джека предали. Он убеждает Ли, что многое ему дал. Теперь пацан должен доказать, что любит его. Рэй уехал по делам и позволил другу поселиться в его доме. Его жена Джейми была не против, и сразу повела Джека в свою спальню. В то же время Ли обнаружил в гараже целый склад оружия. Джек продолжает промывать мальчишке мозги. Указывает на то, что все вокруг слишком расслабленные. Достаточно несколько тел, чтобы их взбодрить. Штук 5 или 6. На протяжении 30 дней. Абсолютно случайные цели. Мужчины, женщины, дети, беременные, бабушки или копы. Ли попытался украсть еду. Вора схватили за руку, но Джек его отмазал. Мол, он поговорит с сыном. Главное, чтобы работник не вызвал полицию. Ли действительно уже называет Джека папой. Вечером папаша придумал наказание, ведь только ему можно красть. Руки и ноги мальчишки он сковал стяжками, после чего привязал к дереву и скрылся в чаще. Ночью пошел дождь. И Ли сделал все возможное, чтобы освободиться. Грязный и замерзший, он вернулся домой к рассвету. Отец ждал его за столом с тарелкой еды. Пришло время доказать папке свою любовь. По его приказу Ли взял пистолет из гаража и отправился к дому соседки, которая свидетельствовала против Джека. Дверь открыла молодая девушка, и Ли не задумываясь выстрелил ей в лицо. Мальчишка молчалив и не имеет собственного мнения. Он словно робот, привык исполнять все, что ему говорит Джек. В газете напечатали фотографию девушки, которую убил Ли. В школу парень не ходит и новые знакомства старается не заводить. Тренировки стали включать рукопашный бой. Пацан переживает, что убил не ту, кого нужно было. Но Джек отвечает, что это не важно. Главное сеять панику и страх. Если Ли никто не видел, значит этого и не было. И они могут это сделать снова. Однако мальчишка больше не хочет убивать. Тогда Джек поставил ультиматум. Или так, или Ли придется вернуться к своей мамочке. По мнению Джека, нет ничего плохого в том, чтобы убивать людей. И он уже знает, кто будет следующим. Джек тусуется на барбекю с соседями, словно самый обычный человек. И никогда не подумаешь, что этот монстр готовит несовершеннолетнего парня к массовым убийствам. Несмотря на свою любовь к оружию, Рэй признался, что никого не убивал. И даже в армии не служил, как Джек. Следующей невинной жертвой стал владелец бара, в который парочка постоянно приходила. Ли расстрелял мужчину в спину, когда тот закрывал заведение. Он прибежал к наставнику, но тот приказал вернуться и обчистить убитого мужчину. На эти деньги Джек купил синий шевроле каприз. Маньяк стал учить Ли водить машину. Дома Джек модифицировал тачку, а Ли изучает теорию, как должен действовать снайпер во время боевых действий. Снайпер не должен быть подвержен тревоге и угрызением совести. Заговорщики подобрали одного типа, чтобы купить у него взрывчатку и гранаты. Но оказалось, что у бородача есть только противопехотные мины. Ли потребовал, чтобы он вышел из машины и никому не рассказывал, что они встречались. Они знают, где он живет. Рэй заинтересовался новой машиной. Отодвинув сидение, он из салона перебрался в багажник и увидел отверстие, предназначенное для ствола винтовки. Джейми стали напрягать их новые соседи. Они ведут себя очень подозрительно. Даже для Рэя это слишком странно. Джек наконец мог выяснить, где сейчас находятся его дети. Все приготовления окончены и парочка отправилась в путь. Сначала Джек заехал посмотреть, как там поживают его детишки. И дождавшись, пока они уснут, поехал дальше. Все началось со штата Мэриленд. Беременная девушка выходила из больницы, когда раздался выстрел. Возможно, она была целью, но погибла другая. Еще одна женщина была подстрелена на парковке. Переходя дорогу, на асфальт неожиданно упал мужчина. Убийцы не останавливаются и пытаются выбирать следующую жертву максимально непредсказуемо. Тотальный хаос. Вот главная цель Джека. На улицах продолжают звучать выстрелы и погибать люди. Закончив сафари, Джек собирается осесть в Канаде и открыть там тренировочный лагерь. Они найдут много детей, обучат их как Ли и отправят в другие города. Убийцы спят прямо в машине. Большую часть времени Ли проводит в импровизированном оружейном порту с винтовкой. Джек сел в машину и сообщил, что все чисто. Из отверстия показалась дула. Ли взял на прицел обычного работягу на перекуре, но тот вернулся в здание. Тогда была выбрана другая мишень, мужчина в белом костюме. Одной ночью полицейский постучался к убийцам в машину. Они припарковались в неположенном месте, но отделались лишь предупреждением. Однако уходя, полисмен обратил внимание на отверстие в багажнике и вызвал подкрепление. Вот так совершенно случайно они и попались. Спустя пять месяцев в клип пришла адвокат и стала задавать вопросы. Например, что он чувствует к людям, которых убил. Женщина показывает фотографии жертв, но парень только хвастается тем, какой он хороший снайпер. А в чем же был мотив? Деньги, месть или убеждение? Все эти убийства выглядят совершенно бессмысленными. Но Ли не ответил. Отморозок только спросил, где сейчас находится его отец. Редактор субтитров А.Семкин